Во что ты больше всего веришь, да? То, что тебе кажется таким чистым знанием. И если это как-то мешает тебе жить среди людей, то есть тебе обязательно важно, чтобы другие люди, как бы, ну, тоже... Ну, то есть ты видишь, что, блин, не то, что они глупы, а, блин, ну что вы делаете, это же всё не то. Если тебе это реально это гложет, то лучше тебе, конечно, от них уйти и жить одному, там, не знаю где, пофиг лес, горы, монастырь, ну, где хочешь, короче, да? Да даже можно в деревне жить, там тоже будут люди, но их там будет поменьше, и у тебя разброс уже не будет такой сильный. Либо второй вариант, оставаться жить среди людей, одевать маску, не быть самим собой, когда общаешься с ними. Но это сложно, это тоже на психику влияет. Ну и ещё, конечно, вариант найти единомышленников, которые думают точно так же, потому что, как бы я тут сейчас не орал, что, вот, мало таких людей. На самом деле их достаточно много. Просто они боятся идти на контакт с другими людьми, ну, осознавая все эти разочарования. И поэтому нам, ну, сложнее друг на друга выйти, потому что мы-то думаем, что, ну, допустим, я стою перед тобой, ты думаешь так же, как и я, и я думаю так же, как и ты, но мы этого не знаем. И я думаю, что, скорее всего, ты такой, ну, такой не так, блин, не так, как все, блядь, правильнее сказать. Ну, то, что ты, короче, не тот, а ты думаешь, что я не тот, и мы оба думаем, что лучше даже не начинать разговор, и поэтому мы не можем друг друга найти. А на самом деле, если общаться, вот, с такими пацанами, то ты в итоге, ну, находишь друг друга. Вот. И реально окружить себя такими людьми, вот, как, например, тот же Паркер, он знает, я знаю, и, блин, нам с ним офигенно, и даже осознавая, что вокруг нас достаточно много сапогов, но и осознавая, что вокруг нас достаточно много и нормальных пацанов, что тоже придает нам, ну, уверенность, и, блин, радость, и шиповник расцветает в груди, то, что, блин, все круто на самом деле, ну, тоже дофига нормальных чуваков, да, существует. И, блин, нам с ним классно, несмотря на все эти сапоги, мы даже иногда, у нас есть такой мазохизм такой своеобразный, мы специально заходим в какой-нибудь ЖЖ вот таких дизайнеров сапогов или на Фейсбуке, заходим там к ним на профиль и начинаем читать, что там на стене, что в комментариях творится, и, ну, нас это начинает вымораживать, что, бля, что за херня, что они пишут, да, но, как бы, мы от этого кайфуем, такой мазохизм, типа, знаешь, типа острые ощущения, которые тебе уже давно не хватало, ты вот хочешь эти острые ощущения, ну, за счет этих острых ощущений, ну, получить удовольствие какое-то, да, ну, такое, в мазохистском таком смысле, вот. И, короче, вот так вот, пацаны, блин, какой видик я вам не рассказываю, все равно мы приходим к тому, что надо быть за идею, пацаны за идею остаются, и это самое прикольное. И так вот, Нитши это тоже, тоже в нашей тусовке, как и Фром, Фром тоже чувак за идею, Тесла, Фром, Миссима, Вонигуд, Нитши, Декарт, все это чуваки с нашей тусовки, респект им, респекту Паку, всем нашим пацанам. Не забудьте посмотреть видео про пацана, которое я вам поставил в описании этого видео. Не забудьте проголосовать за меня, как «За лучшего рэпера Латвии!» И не забудьте это делать каждый день до марта, если, конечно, вам это не тяжело. Но я не думаю, что это что-то тяжелое. Если хотите сделать свой взнос на развитие канала, пожалуйста, пишите мне в личку, смогу вас снабдить реквизитами необходимыми. Да и просто смотрите прохождение, смотрите мой канал, мне с вами приятно общаться. Установил, кстати, благодаря этим прохождениям достаточно неплохие связи с некоторыми из вас. Привет Вадиму Шиннику, да, тому же, Ивану Мельникову, привет, пацанам с Новосибирска, привет, пацанам с Поволжья, всем привет, с Москвы, с Белоруссии, с Украины, со всех городов России, со всех городов Украины, со всех городов Белоруссии, Литвы, Эстонии, Латвии, Европы, Африки, Америки, короче, где бы вы ни находились, пацаны, всем привет, всем спасибо, что смотрите, всем спасибо, что поддерживаете, даете мне новые знания, узнаете от меня что-то новое, друг другу помогаем, это очень классно, и мы прошли только что чертов, bare knuckle, чертов, streets of rage, и куча надписей на японском языке, кто знает японский, тот молодец, кто не знает, тот ищет словарь, а кто не знает и не ищет словарь, тот просто остается с нами, допивает свой чай, заправляет, значит, майку, трусы, и скоро идет спать, да, читаем став, кто делал игру, читаем хорошие книги, ведем хорошие жжи, да, и я повторюсь, что среди сапогов тоже есть честные сапоги, просто они хороши тем, что они честные, они могут мне не нравиться, могут тебе не нравиться, но они нравятся многим таким же честным сапогам, и это круто, это как мы не нравимся им, допустим, да, но мы честные, да, мы действительно честно увлекаемся, и честно говорим то, ну, что нам действительно нравится, так и им действительно нравится обсуждать сапоги, и это круто, но, я против нечестности, пацаны, я против всех пацанов, которые пытаются с нами тоже говорить о наших темах, но они делают вид, я против этого, и я против тех сапогов, которые базарят про сапоги, только потому, что это круто, только потому, что круто написать в своих увлечениях, елочные игрушки, и прочую херню, Которой, ну, невозможно увлекаться, да Как можно увлекаться разлетающимися птицами Или широкими подоконниками Черт побери, да Это все херня, пацаны Как сказал мой один друг Мой один классный друг, это Бруто, это Рустам Он сказал Сегодня все пытаются быть оригинальными Все пытаются выделяться из серой массы И они пытаются это делать настолько масштабно Что все оригинальные стали серой массой Поэтому, если ты хочешь сегодня В наши дни быть оригинальным Просто будь самим собой И будь обычным человеком Просто будь regular everyday normal guy Чтобы быть оригинальным Не нужно, чтобы у тебя были татуировки У всех сейчас татуировки, да То есть каждый хочет показать свою оригинальность При помощи татуировки Но теперь татуировки у всех, да Ну, в общем, вы поняли А если у вас есть татуировка, к которой вы пришли сами Которую, к которой вы шли не по моде, да То тогда респект Вы пришли к этому сам Вы честны с самим собой Вы не сделали себе там на плече колючую проволоку Потому что это круто, да Я знаю многих чуваков, которые сделали себе на плече ту же колючую проволоку И сейчас просто об этом жалеют Смотрят на свою татуировку и думают Блин, what the fuck is that, man? Типа, нафига я это сделал? Был тупой Не думал своей башкой Но главное, что Пофиг, что у него татуировка эта осталась Главное, что он своей головой наконец-то перестроился Понял, что сделал неправильно Да и что такое правильно-неправильно Просто сделал не так, как считал нужным Короче, в итоге, да Вот В общем, все мы Ты, 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 ты Мы оригинальные пацаны Оригинальные по-своему И даже сапоги, они тоже оригинальные Все оригинальные люди Но Есть масса, которая стремится к оригинальности Вот эта херня Когда ты оригинальный от души Опять же, вспоминаем Брюса Вспоминаем честность, да Если ты честный, сам собой честный Если сам веришь, что делаешь То это круто Все, пацаны Конец фильма Продюсер by Sega С вами был Фитский парень Ликей Подписываемся на канал Делаем все за идею Делаем все честно Допиваем чай Заправляем майку в трусы Все, пока